Всем огромнейший привет из города Сочи и сегодня я сделаю для вас видео обзор пляжа гостиницы Жемчужина, который находится в самом центре города Сочи. Покажу вам какой здесь замечательный открытый бассейн 10-метровый и конечно же прогуляюсь по пляжу, покажу какой он есть, кому-то понравится, кому-то не понравится. Хорошо все-таки жить в Сочи, безопасно сейчас пока с парковки выезжала, оставила пакет с вещами возле входа. Прошло 20 минут все на месте. Давно я не была здесь, последний раз наверное в этом бассейне я была лет 5 или 6 назад. Как раз почему-то сегодня захотелось мне отправиться именно сюда. Здесь и бассейн и море и все вместе и заодно как раз поснимаю видео. Отличный небольшой детский бассейн, приятная музыка и также рядом с бассейном здесь положено кафе, а за моей стеной просто бар. Немного людей. Немного и немало я бы так сказала. Пойду еще дойду до пляжа и чуть позже начнется детская анимация. Очень удобно в принципе можно в детском бассейне рядом с детским бассейном лечь, если у вас дети. И большой бассейн 50-метровый, с морской водой, подогреваемый, работает круглый год. Хорошо здесь. Я довольна сегодняшним выходным. Прям классно так тихо, спокойно. Замечательно провели время. Два здесь мостика, также есть тайская спа, различные бани, хамамы и все прочее. И в бассейн можно заплывать прям из бани. Вот таким образом выглядит сам корпус гостиницы «Жемчужина». Территория здесь небольшая, но в принципе вполне достаточно для бассейна, да? Можно сделать массаж здесь тоже прям на улице, здесь вот с правой стороны. И отдельно можно посетить сибирскую баню. Турецкий хамам – 300 рублей. Посещение на весь день. И вот еще отдельно тоже есть сауна. Хорошая, большая, кстати, раздевалка. Не тесная, да? Потому что иногда бывает бассейн. Не помню, кажется, в Красной Поляне. Там такая была теснота. Здесь, если людей сейчас не будет, вам покажу. Вот видите, прям хорошо так, просторно. Есть здесь фены. 29 градусов у нас вода в бассейне сегодня и 28 воздух. Согуслы немного подзачуханы. Не то чтобы здесь грязно, просто все очень старое. Прямо ржавые петли скрипят в кабинках. Ну, терпимо, терпимо. Ну, я говорю же, все-таки не 4 звезды, ну, никак. Ну, и давайте я по кругу пройду. Смотрю, что здесь есть. На солнце показывает плюс 41. Нет, сегодня не жарко. В сентябре всегда классная погода такая, бархатный сезон. Обожаю сентябрь. Детский душ такой классный. Жирафчик. Также есть отдельно вип-зона повышенного комфорта. Здесь меньше людей. Такие вот здесь в аренду сдаются домики с матрасиками. Надо спуститься до моря дойти. Но море целую неделю не было. Кстати, нужно снять отдельный видеообзор. Очень в этом году хорошо обновили набережную. Как раз вот возле гостиницы «Жемчужина». Туда чуть дальше, к маяку. Недавно была там со своими друзьями. И прям приятно меня удивило. Как красиво сделали набережную там, здорово. Вот видите, отель большой. Поэтому здесь прям у них есть свой концертный зал. И выступления проходят прямо здесь. Еще один санузел с улицы. Маленький теннис можно поиграть. Готовится у нас в Сочи к кинотавру. Как раз детский аниматор. Начал игру с детьми. Еще один душик детский такой. Клоун. Классно, молодцы. Территория очень хорошая, ухоженная. Все так прям аккуратно, красиво. Молодцы. Хороший дизайнер ландшафтный. Все подобрал. И мне понравилось то, что сегодня здесь немного людей. То есть прям очень даже комфортно. Так, ну давайте дойду до пляжа. Пляж здесь большой, классный. Тоже давно не была. Сама живу в центре, поэтому в основном стараюсь куда-то подальше заезжать за город, чтобы сходить на пляж, потому что в центре уже немного надоело. Здесь вот тоже барчик такой, очень даже милый. Для желающих потанцевать зумбу прямо в бассейне. Давайте посмотрим, какая дорога к пляжу у нас по гостиннике «Жемчужина». А здесь очень даже мило. Красиво, чисто, аккуратно. Такие запахи вкусные отовсюду. И здесь, конечно, у нас много магазинов, пешек, баров, всего-всего. Ресторан «Лептун». С левой стороны у нас здесь тоже ресторан «Жемчуг». Классно, конечно, в сентябре прям. Мне очень нравится сентябрь в этом плане. Медпункт. Детская площадка небольшая, тоже теннисный стол. И такой тематический ресторан в форме корабля под названием «Фли Бустье». «Фли Бустье». Оригинально. Рядом также здесь ирландский паб. Для тех, кто любит пить пиво. Так, ну туда, наверное, я уже не пойду. Там что-то у нас. Какие-то лодки. Лодки, самокаты. Мягкое покрытие для детей. Хорошо. Колени не разбили. Детский уголок. Так, давайте зайду. Что здесь тоже. Чтобы вам было понятно, что здесь и как. Кстати, в том баре у бассейна для любителей кальянов есть кальяны, можно курить. Сейчас запретили и не везде. Не везде. Для любителей кальянов теперь можно отравиться. Ой, хорошо все-таки в Сочи жить. Сегодня я в очередной раз в этом убедилась и сказала себе, как же здесь классно и как же тебе, Ира, повезло. Такая колоннада. По-моему, 6 лет назад ее здесь не было. А может была, не помню. Ну и сам пляж. Конечно же, пляжная линия узкая. С галькой. Да, что-то как-то совсем грустненько. Конечно. Бетон. Перемешку с галькой. Ну, вход, по-моему, в море здесь более-менее, насколько я помню. Здесь побольше уже людей. Что тут у нас с морем? О, сегодня даже морская капуста есть. Классно. Думаю, не видела. Море вроде бы чистое, еще теплое. градус на 26, я думаю, точно есть. Да, вода классная, прозрачная. Прям здорово. Ну и, конечно, вот эти вот моменты, про которые я всегда говорю, в Сочи, которые мне не нравятся, это волнорезы. Ну, они сделаны не просто так, да, а для того, чтобы не смывало береговую линию. Прямо у нас там моркорт. В этом году, конечно, круизные лайнеры, к сожалению, не приплывают. Но надеюсь, что приплывут в следующем году. Таким получился мой видеообзор. Надеюсь, он был для вас полезным. Если это так, не забывайте поставить лайк к этому видео и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы первым не увидеть мои новые видео. Я, конечно же, рекомендую посещение данного бассейна. Мне очень здесь все понравилось. Ну, а пляж вы видели сами. Поэтому я бы рекомендовала пойти именно в бассейн. Я всех традиционно благодарю за просмотр моего видео. Всем передаю огромнейший привет. Желаю всем отличного настроения, хорошего дня. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok